Знаешь, сколько людей писали? И пепельки. Петя, братик, ты здесь-здесь не дорабатываешь, надо суток зубы жать, поработать. И стоит Петя, а про макозависимость про мою, его, блядь, ветром сносит. А вот такой Петя нам нужен. Я гумерат, ну, я здесь. Больше, чем 25 миллионов в рублях. Конечно. Наши там братские народы, там, такие вещи писали, там, жену на бутон. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов. И сегодня мы говорим с редким, но очень ярким спикером из мира русскоязычных ММА. Анатолий Малыхин, двойной чемпион организации One, один из сильнейших тяжей планеты и по совместительству человек, который от и до видел подготовку Петра Яна к тому самому бою. Обсудим победу Анатолия над Деридером, сумасшедшие гонорары в азиатском промоушене, долг в 50 тысяч долларов мира Будвалишвили и подробно проговорим причины поражения Яна. Тут прозвучит очень крепкий контраргумент на тему «Петр потерял мотивацию». Поверьте, будет интересно. Интервью Анатолия я разбил на две части, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем приятного просмотра. У тебя получилась очень ударная концовка прошлого года в виде боя с Деридером и второго пояса в копилке. Наверное, лучше не придумаешь. И вот с тех пор по боям получается тишина. Расскажи, как так вышло? Наклевывался бой у меня с Арджаном. Буквально должен был состояться, наверное, сколько? Недели две назад. Но по каким-то причинам... Причины вообще непонятные. До сих пор мы с моим менеджером и любимой женой не можем разобраться в этом полтергейсте. Позвонил босс и говорит, типа, бой перенесен. Я вначале думал, что это какая-то шутка уже. Ну, думаю, пишу мистер Чатри, потом я говорю, ну... Я говорю, это шутка. Он говорит, нет-нет, все, типа, этот бой должен состояться, но он будет перенесен. Ни причин нам сильно никто не озвучил. Ну, почему? Что? Как бы... Мистер Чатри сказал, что чуть позже позвонит, но пока звонка не было, вот ждем, как бы... Ну, я так понял по разговорам, что потом мы написали, бой будет летом. Так что вот так пятый раз он соскочил. И как бы говорили, что сейчас, если пятый раз боя не будет, типа, лишат пояса и дадут какого-то нового соперника. Но говорят, что нет, просто и с ним же, но бой перенесен. Но сейчас уже я буду настаивать, буду просить, чтобы все-таки была замена какая-то. Кто-то страховал бой. Ты говоришь, ударный был год. Я подрался в начале года, четыре раза подписал контракт на бой с ним в течение года. Ты представляешь это? Я все время готовился четыре раза. И в конце уже он слетел последний раз. Я хорошо приехал на турнир. Подходит Ричард, матчмейкер, говорит, вот, говорит, есть ридер на 102. Говорит, готов там. Сколько там было? Дней 20 с небольшим. У меня вес 116. Я говорю, Ричард, ты серьезно говорю? Он говорит, все, больше ничего нет. Вот, делай на 102 с гидрацией первый раз и погнали сразу за пояс. Ну, я немножко... Я знал, что этот бой произойдет. Но я не ожидал, что, знаешь, мне так в лоб это, знаешь, как бы бум ударит. Я так немножечко думаю, ешкин, коль 16-0. Тут надо бы поготовиться под него, чтобы он всех переезжает. Говорит, приезжаю домой, Анита Сергеевна говорит, да, ему, говорит, раунд жить. Ну, я посмотрел так, я говорю, сладко, реально. Она говорит, да если он, говорит, раунд переживет, типа, ну, все, я, говорит, там, не знаю. Не все, реально бой взяли и реально парнишка раунда даже не пережил. Про доридера ты уже начал говорить. И, в принципе, действительно, все до этого боя ожидали, что поединок для тебя станет таким одним из самых сложных, если не самым сложным в карьере. Плюс еще что-то, доридер шел на 16-0. Потом до этого он, ну, все у нас были там под впечатлением, что он достаточно просто разобрался с Виталием Бигдашом. Тоже, мягко говоря, не... Да, со всеми он просто, вообще со всеми он там всех просто убивал. И вот как будто бы казалось, знаешь, что он вот встал напротив тебя и то ли психологически как-то сломался, то ли еще что-то. Потому что он в бою, ну, вот, не знаю, то ли заморозился, то ли еще что-то. А ты чувствовал в нем какую-то, ну, не знаю, неуверенность. Ты самое главное не сказал, то ли Малыхин такой хороший, а то ли Малыхин хороший на другом уровне. Я знаю, что скажу. Я очень люблю дни до боя. Когда я вижу своих соперников, знаешь, когда я кушаю с ними и вижу его за соседним столом, когда я могу подойти к нему, когда мы идем на фейс-ту-фейс. Я начинаю свою работу к бою еще за 4-3 дня до боя. Везде, где я его вижу, я подхожу, щупаю его, смотрю, в каком он состоянии, где-то подавливаю на него. И знаешь, я реально получаю от этого удовольствие. Я настолько люблю бои, что вот эта вся движуха, знаешь, перед боем, там, ночь в бой, знаешь, кто-то не спит там. Я, наоборот, просто прихожу быстрее уснуть, чтобы быстрее проснуться и там в день боя был. Ну, он неплохой, надо отдать ему должное. Когда он был там, заходил в захваты. Физически крепкий парень. Видно, что обученный. Но просто он неправильно выбрал план на бой. Ну, меня вообще за всю мою карьеру спортивную, я не помню, чтобы кто-то меня перевел на камвас легко. И когда я по вольной занимался, там, очень много лет, меня тоже не так легко было перевести на камвас. Плюс я потянул бок сейчас своим коучем. Ну, я прекрасно понимал, что он меня не переведет. А что в стойке у меня больше мощи, я физически крепче его, я все-таки тяж, он все равно, у него на весах было хоть и 102 килограмма, но все равно я понимаю, что это его там, может, он килограмм согнал, два. Поэтому я всем говорил, мне знаешь, сколько людей писали, «Тебе, блядь, это твоя все, твоя конечная, ты выпендриваться стал, ты улетел, ты взлетел, сейчас тебя сломают». Я говорю, пацаны, просто подождите чуть-чуть там, подождите эти три недели, все увидите. Ну и все, они мне говорили, «Мы тебе напишем, когда он тебя задушит». Ну и как бы эсэмэсок не было после войны от кого. Ну вот после победы над Доридером у тебя такой, знаешь, эмоциональный момент случился, ты и слезы пустил, и, ну то есть видно, насколько для тебя это было значимо. Обнимал сына, супругу. А расскажи, что конкретно вот в этот момент ты переживал, что у тебя в голове происходило? Это была новая ступень, я понимал, что после того, во-первых, почему это для меня было эмоционально так важно, знаешь, я знал, что этот бой когда-то произойдет, но все-таки я думал, что именно по медиа, именно по вывеске для 1FC, все-таки этот бой как-то качнут, он будет как-то анонсирован чуть, знаешь, там, месяца за два, за три, у меня будет время подготовиться к нему. Я вообще это не люблю, там, говорить, что у меня до боя были проблемы, ну у меня были, не буду гащел, у меня были небольшие проблемы, скажем так, потом, когда я завершу, мы все эти проблемы соберем, там, выставим в одном фильме большом. Были небольшие проблемы все равно, и тут как бы я так, все равно я настраивался на тяжелый бой, я настраивался, ну, видя, как он работает, что он не устает, что он работает всегда 5 раундов, что он уже проходил, я ни разу не проходил 5 раундов. Я знал, что он может терпеть, что он может драться все раунды, и для меня, да, эмоционально это был нелегкий бой, и, конечно, я взял его на трехнедельном, можно сказать, на коротком уведомлении, первый раз делал вес, и первый раз мой сын был на бою, там, знаешь, ну, я всегда хотел, чтобы он увидел, там, как отец выигрывает. Конечно, я понимаю, что он еще там, ну, он маленький, там, ничего не понимает, но все равно когда-то на видео это посмотрит, такой ответственный бой был для меня, и испытал я, я скажу, что я испытываю после каждого боя, и, наверное, это испытывает 95 спортсменов, бойцов, которые выигрывают, ты испытываешь облегчение, ты испытываешь эту легкость, облегчение, что ты победил, что твоя работа удалась, у тебя такое опустошение, и, знаешь, самое главное, я очень сильно к этому бою пахал, и потом я приехал домой после этого боя, и поймал такую, знаешь, пуленепробиваемость, я начал вставать в 4 утра, ходить, бегать, вообще с ума сошел, у меня жена говорит, типа, ты притормози, притормози, я говорю, да нет, Сладкая, наше время, говорю, все, мне надо там X3 делать, там, вообще пахать, не все, я еще в таком, я, знаешь, год тот пахал, и тут без отдыха я начал снова, после Деридера, там, вот, меня поперло настолько, я такого, ну, никогда не испытывал, это реально была новая, знаешь, такая ступень для меня, и вот неделю, наверное, через три меня просто завернула какая-то, не знаю, ну, то ли инфекция, то ли что-то, не знаю, я вообще здесь, ну, еле выкарабкался, там, да, похудел, там, есть не мог, вообще ничего кушать не мог, просто лежал, меня потом уже там свозили тоже к одной женщине, у нас здесь есть на островах, и она уже меня отшептала, я вот приехал спать, начал нормально кушать, тоже вот, это опасно, знаешь, такое ловить, бессмертие, вот это Кощеевское, когда ты все, тебе по колено там море, ты просто прешь, там, шагаешь, мне еще, я в инстаграме иду, выставляю, мне пацаны пишут, Толян, Толян, педаль убери с газа, а я им там, ааа, газ, пацаны, блядь, газ надо держать, ну, короче, не выдержал, чуть меня свернуло. Ты до боя с Деридером говорил, что тебе за этот бой предложили там, ну, в эквиваленте в рублях, если брать 25 миллионов, ну, то есть там, примерно, допустим, за Деридером? Да, да, да. Нет, ты что, намного больше я получил. Больше, чем 25 миллионов в рублях? Конечно. А, да ладно, просто до этого, да, ты говорил за, может быть, за пару месяцев, что в случае, если с Деридером... Нет, 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 я говорил другие, я не знаю, это на... Я получил, ну, мне хоть и сейчас менеджер мой запрещает говорить, мне же еще бонус сотку дали. Да, и бонус еще, да. Да, бонус сотку дали, и так, ну, вышло, короче, хорошо, ну, больше вышло, чем ты назвал. А вот интересно, за время пребывания в ВАН, то есть за два года и за четыре боя, стал ли ты долларовым миллионером? Чуть-чуть не хватает. Нет, ну, если брать зарплаты еще, тогда да. А, у тебя же еще, да, ты один из, наверное, уникальных таких бойцов, кто еще на зарплате от организации сейчас. Да, да, но я не могу. Ну, первые же деньги мне переводили на долларовую карту, на российскую. И она там... Было у меня одно происшествие, но я думаю, мы тоже его сегодня обсудим. Она заблокировалась. И чтобы ее отблокировать, мне надо прилететь в Россию. И как бы сейчас мы сделали тайскую карту, и приходит все в батах, комментируется и в баты. Как бы, а на российской карте рубли я там могу переводить, но именно долларовый счет, когда у тебя там училась возня, у меня в блоке. Ну, так, да. Так, долларовый миллионер. Но за следующий бой, вот за этого оржанщика, вообще хорошие цифры светили. Ты знаешь, как я разочаровался, когда бой отменился. Фу-й-й-й-й-й. Я там уже и маме хотел там подарки сделать, всем такой. Чуть короче, когда, знаешь, уже все распределишь, и это срывается, думаешь, ешкин кот. Ну, буквально там пару дней. Я знаю, что мое от меня не уйдет. Ты не так давно рассказывал свою историю, как пережил наркозависимость. И с тобой, знаешь, до этого было немаленькое количество интервью, и мы сколько раз записывались, и вот никогда ты об этом раньше не проговаривал. А почему предпочитал как бы не рассказывать? То есть история же реально такая прям вдохновляющая. Ну, знаешь, я что скажу. Таких историй у нас, знаешь, все бойцы из любого ВОЗМИ, куча есть таких историй. Кто из тюрьмы вышел, кто еще что-то. Ну, я хотел как бы, знаешь, не напрягать людей этими историями. Там про наркозависимость, про мое тяжелое становление, когда я там по квартире или лазил, кушать нечего было. Просто хотел, чтобы все думали, что вот так можно легко все сделать. Ну, по идее, реально все легко. Просто если захотеть, просто тогда я не так хотел этого всего. А потом в один момент я захотел стать чемпионом мира, нашел в себе силы, и все получилось. И я еще очень понял одно, что если ты веришь и хочешь, ну, все очень легко дается. А про наркозависимость, про мою, про там, какие-то мои, ну, не знаю. Просто не хотел рассказывать. Считал, что это как бы, ну, может быть, никому неинтересно было. Просто точно наоборот, знаешь, ну, вот ты говоришь, да, такую вещь, что у нас, особенно там в России, в странах СНГ, действительно история такая распространенная, к сожалению. Проблема у многих такая есть. И кого-то может, знаешь, вдохновить. То есть они видят человека, который рассказывает, вот я был наркозависимым, а сейчас ты там один из самых подстребованных тяжеловесов планеты, зарабатываешь большие деньги. Наоборот же эта история, знаешь, как-то может... Ты знаешь, даже иногда балдеют, там, мне кто-нибудь звонит, кто знает про всю свою историю. Они говорят, «Толян сейчас сто процентов в реабилитационном центре». Там же раньше висели, там, икону, там, Путин, еще вот они говорят, сейчас все убрали, наверное, и только твоя фотография висит. И пацаны с утра подходят, там, начинают молиться, «Толянчик, спасибо, ну, как так там у тебя получилось?» Ну, по идее, круто это осознавать. Я так скажу, круто осознавать там, где я был и там, где я сейчас. Ну, когда я, знаешь, иногда лежу и просто прокручиваю свою жизнь. И мне кажется, что я, знаешь, несколько жизней прожил. Там, в одной жизни я там был вольным борцом, потом я начал ходить в клубы, связался с плохой компанией, начал тусоваться, употреблять, потом уехал в Реву, потом переехал там в Москву, двигаться начал, потом начал заниматься. Ты знаешь, несколько просто вот так лежишь и не веришься, что это моя жизнь. Ну, вот просто там разный, как будто человек везде жил. Ну, вот это круто, знаешь. И что ты всегда можешь улучшаться, всегда можешь там осознать, что ты что-то не так делаешь. Круто смотреть свою жизнь там, где ты сейчас. Просто круто, знаешь, на нее смотреть и понимать это все. А так, да, было у меня время. Я немножко могу рассказать, если это, ну, будет кому-то интересно. Там ничего такого, да. Я не употреблял жесткие наркотики, скажем так. Ну, и легкие там, да, это были тусовки, клубы. Я там мог, знаешь, тренироваться там четверг, четверг потренироваться, а с пятницы по воскресенье в клубе быть там еще. Плюс там, ну, и покурил, все вот это. Знаешь, для меня, что самое вообще в этой всей истории непонятное? Я ни разу своего отца не видел пьяным. В жизни, да, Миша? В жизни, вот. Я ни разу своего отца не видел с рюмкой. Знаешь, он для меня всегда был примером таким. Ну, и сейчас как бы с ним все хорошо. Любое застолье где-то, если бы он видел, что я там присутствую, он никогда не поднул. И вообще он не пьющий, он не поднимал рюмку, знаешь. Мама всегда, когда мы там маленькие были, ложились из такого еще района, куда первый героин зашел. Не знаешь, там много парней умерли практически. Было пять дворов, умерли все ребята. И, ну, я знаю, что двое только живые там. И то они, не знаю, сейчас живы или нет, очень много людей умерло. И мама мне каждый раз говорила, там тоже ложилась, говорит, вот, сынок, это плохо, там я, да, мама, да. И представляешь, зная все это, вот настолько я хочу предстеречь ребят, зная все это, я внутри прекрасно понимал, что это зло. Со мной родители всегда разговаривали, у меня примеры перед глазами. Но попав в ситуацию, где я немножко надломился, и нашлась компания, которая там сказала, вот, на, Талянчик, это хорошо, давай. И даже я, думая, что там, меня это никогда не коснется, не засосет, даже я, представляешь, я человек, который я в спорте никогда не оставлял. Я всегда был в спорте, даже когда там балдел что-то там. Но даже меня с моим опытом эта тема уволокла. Что говорить о молодых там ребятах сейчас, которые, знаешь, ошибаются там. Многие мне сейчас пишут после того интервью, типа, Талян, подскажи, как, что, я всем стараюсь время уделить, там, рассказать. Ну, кто-то пишет, что там помогло, потом мне. Я скажу так, это все говно, это надуманное. Удовольствие больше, больше, вот я клянусь, самое большое удовольствие я сейчас получаю, когда я могу пойти просто маме купить подарок какой-то хороший, жене купить подарок, знаешь, ребенку там, тренера по плаванию нанять. Вот это самое, знаешь, блага, удовольствие. Просто люди какие-то мне пишут, там, детям призы сделать по вольной борьбе, там, знаешь, детям там, кому-то там тетради купить. И видят эти радостные, знаешь, там, тебе запишут, там, вот, там, Толя, спасибо. И вот это реальный кайф, делать добрые поступки. Вот это самый лучший наркотик. А все, что молодые пытаются сейчас заменить, там, алкоголь, это все, да, может быть, в молодом возрасте это, знаешь, заманивает, но всегда должны старшие постараться объяснить. но и то это не всегда может сберечь. Вот я вам пример. У меня все было перед глазами, что это плохо, и мне объясняли, но сложилась такая ситуация, что даже я в это говно залез. У тебя много времени ушло, чтобы, знаешь, пройти полностью реабилитацию, восстановиться? Ну, пять месяцев я лежал в тайге там, ну и все, потом вышел как бы и все понял, что, сдал шаги, вышел и понял, что это, ну, что я должен делать другие вещи. Ну и вот, верил, я знаю, что даже сейчас, вот даже сейчас, скажите, я езжу на Эске, я живу в доме с бассейном, у меня няня, у меня здесь два поста охраны, у меня жена где-то там на космические деньги, у меня мама там тоже сейчас, все живут хорошо, и знаешь, для меня это не новость, потому что я серьезно говорю, даже когда у меня вот, блядь, я сушил в этой сушилке дома, вот резал хлеб, сухари, чтобы подольше хватало, не просто хлеб есть, а сухари ешь, ты как бы с водой запиваешь, подольше хватает булки хлеба, и я даже, когда вот эти сухари сушил, блядь, в голове у меня, вот я всегда знал, что вот у меня вот так будет, и вот сейчас приобретает, и все, знаешь, для меня нету это какого-то удивления, потому что внутри я вот так себя всегда ощущал, я никогда не ощущал себя каким-то бедняком, что мне чего-то не хватает, или я чего-то не добьюсь, никогда я себя так не ощущал, я всегда себя ощущал в любой компании, даже когда я приходил там в Кемерово, и сидели люди, богатые, там знаешь, роликсы все, а я там приходил в какой-то майке обычной, там знаешь, где-то она там чуть подштопанная, садился, я никогда себя не чувствовал ущемленным, никогда не чувствовал себя ниже их рангом, я всегда говорил уверенно, всегда, как бы, ну, не знаю, всегда чувствовал себя, что все будет заеб... вот отвечаю, всегда себя так чувствовал, вот так вот, ну, так в жизни получилось, тут вот фу. Ну вот, вы сейчас, да, с семьей, уже так приличное время в Таиланде находитесь, я так понимаю, перед тем, как поехать, немножко продали там машины какие-то в Кемерово, вещи различные, а правильно я понимаю, что планируете там осесть, ну, как минимум до конца твоего там пути в Ван, или вот на такое, ближайшее, несколько лет. Ну да, это тоже, знаешь, отдельная история, все равно на начальном пути я не зарабатывал уже много денег, чтобы мы там могли там переехать сюда, там, тут тоже недешево сейчас жить, так кажется, знаешь, все говорят, Таиланд копеечный, но это уже далеко не так, и на первое время нам надо было, ну, как-то вот скопить деньги, и у меня как бы не было ничего, знаешь, никакого имущества, ну, там, ни машины там, ну, была машина, но я ее там, продал там, куда-то мы в квартиру залезли, там, ипотеку, короче, на момент переезда я был гол как сокол, ну, у Сладко были там, она, у нее в Москве, там, когда мы познакомились, была студия такая, ну, она как бы нормально там, ей приносила денег перманентно, и она как бы уже жизнь более-менее видела, она там зарабатывала неплохие деньги, там, у нее целый Мерседесик был, ну, и Сладко поверила, в меня вложила, знаешь, там, продала машину, причем без разговоров, когда вот с Ванной, помнишь, что будем драться в Ване, что там надо переезжать, чтобы не было ни акклиматизации, ничего, там, мы распродали ее брендовые вещи за копейки, там, ботинки всякие, там, знаешь, она раз одела, гуччи, шмуччи, это все, продали там, котлетку набили, ну, и все, вот она реально поверила в меня, мы там, когда сюда прилетели, я помню, мы жили, знаешь, там, квартиру снимали, там, за, ну, сейчас точно, нужно, тыж за 7 бат, знаешь, где-то там вдалеке вообще, там, она маленькая была, комнатка у нас одна, там, могли позволить себе только байк, там, кушать тайскую еду, ну, не шоковали, там, там в тайге, вот Саяту огромное спасибо, я там тоже благодаря ему, там, бесплатно проползал, он там дал, короче, толчок, я очень ему за это благодарен, и вот так, вот, знаешь, поверили в меня, она поверила, и все, вот, переехали, потом уже появился человек, там, Александр Геннадьевич, он начал помогать чуть-чуть, и вот так со временем, знаешь, чик-чик-чик, и вот вышли на такой уровень, но это не было, знаешь, мне сейчас многие пишут, вот там, ты там, тот, тот, это не было, ну, мне никто это вот так, знаешь, там, не подвез, там, на, талянчик, это тебе, братишка, и, ну, все это постепенно, все это постепенный процесс, вот этого вот, вот этого вот успеха, короче, все, многие сейчас молодые там приходят, я вот тоже смотрю за ними, и они многие хотят все и сразу, ну, никто не хочет, знаешь, тяжело пахать, проходить через какие-то трудности, все хотят в мгновение стать успешными, богатыми, чтобы их узнавали, но чуть-чуть надо потрудиться, сто процентов. Ну, вот у вас сейчас открылся клуб Добрыня, с чем связано это решение, то есть это такой, да, достаточно серьезный же шаг в целом? Ну, да, ну, у нас есть друг семьи, это Владимир Косоухов, и он у нас президент, ну, в Кузбассе он и президент Роман Бучин, федерации ММА, ну, и Вова тоже они там, ММА у нас в городе очень сильно продвигают, и у него там клубы у нас Добрыня в Кемерово и в Белово, очень много детей занимаются, многие дети занимаются бесплатно, очень большая работа вообще проводится для детей. Он прилетел сюда, говорит, Анатолянчик, давай, говорит, сделаем место, такой кусочек, говорит, кузбасской земли, чтобы мы могли здесь спокойно тренироваться, ни от кого не зависели, там могли прилетать ребята с Кузбасса, с России, чтобы зал был чистый, чтобы были хорошие тренера. И я так подумал, почему бы нет, подключили Аниту Сергеевну, подключили меня, Вову, и все, вот мы замутили зальчик. Хороший зал, кстати, получился. Ну вот смотри, а в Тайгере неревностно отнеслись к появлению конкурентов, и теперь получается, получается конкурент? Ну да, сто процентов, как бы, ну, Тайгер – это имя, я думаю, у них как бы, ну, их от них не уйдет, скажем так, это уже огромный конвейер, это зал с огромнейшей историей, ну, в дальнейшем посмотрим, ну, то, что мы сейчас конкуренты, конечно, мы находимся там, хорошо, что сейчас промеж, наш зал, Тайгер, и кто-то еще зал стал строить, промеж, прям промеж, нас кто-то купил землю, уже начали строить зал, и я тоже сладко говорю, я говорю, хорошо, что он сейчас там стоит, хоть туда будет вздор падать, а мы здесь краешку свою работу будем делать спокойно. Ну, видишь, у нас все равно чуть другие, у Тайгера нет, например, детских групп, у нас все равно, мы еще делаем хороший угон на детскую группу, сегодня у меня было много детей, плюс вольной борьбы хорошей нет в Тайгере, я вот сегодня тоже вел вольную борьбу, сам веду, мы просто заняли те ниши, которые по Таиланду слабо развиты, я думаю, на этой улице хватит всем, знаешь, здесь столько, такой поток туристов, такой поток спортсменов, что вот когда был пик, ну, в Тайгере, ну, невозможно было тренироваться, там встать невозможно было, нигде люди друг на друга падали, и я думаю, что если оттуда там пропадет 100 человек, они этого даже не заметят. Сказал про вольную борьбу в Тайгере, мне кажется, сейчас ноги очень подхватят, я думаю, ты слышал различные разговоры и про Тайгер, про Таиланд в целом, что, ну, как бы критиковали место подготовки после боев Петра Яна в основном, после боя Рафаэля Физиева в меньшей степени, вот в основном с Петром Яном это было связано, а как ты воспринимал вот эту критику Тайгера в частности, Таиланда в целом, как место подготовки? Ну, я считаю, что это хорошее место для подготовки, здесь есть все, есть, ты найдешь здесь хороших борцов, ты найдешь здесь хороших ударников, что касаемо Пети, вот к этому бою, он просто был заряжен, знаешь, я давно его не видел в такой форме, я приходил на каждый спарринг, я пытался подсказывать, ну, он реально был в отличной форме, но уехал в Америку, и я знаю, что что-то там пошло не так, они вышли на бой, но здесь он творил чудеса, я думал, что такого, такого Петю я ждал, вот такой Петя нам нужен, я думаю, что он еще себя покажет, но то, что есть здесь нехватка в тренере по вольной борьбе, ну, это да, это данность, да, здесь неплохой креплинг, хорошая ударка, но тренер хороший по вольной борьбе, он отсутствует, ну, я думаю, что сейчас с появлением меня вольная борьба будет в порядке здесь. А вот тебя, как человека, который прям максимально хорошо знаком с борьбой, удивляло то, как Мираб Двалишвили вел поединок 25-минутный, где он постоянно вот прессинговал там 49 попыток тейкдауна? Ну, я так скажу, что он был хорошо готов, конечно, он, ну, понятно, что они тренируются с Альджио, и понятно, что они каждый день борются, что у них хорошая наборность, но я говорю, Петя тоже работал здесь с ребятами, которые очень хороши, очень хороши в борьбе, и я видел, как у них, ну, возникали проблемы, ну, просто переводить Петю, Петя хорошо вставал, хорошо бил, что-то пошло не так, я не могу сказать точно, потому что, ну, Петя не такой человек, который, там, говорит, что у него что-то, там, пошло не так, он всегда говорит, там, проявляет уважение к своим соперникам, если они одержали победу, он говорит, так бы, ну, сегодня, да, вот так, но Мирабу надо отдать должное, ну, конечно, он, наверное, показал один из лучших своих боев, ну, был готов он, просто, я не знаю, на сто процентов, шел вперед все время, знаешь, он меня еще в стойке удивил, ну, я понимаю, что, знаешь, я понимаю, что Петя в этом бою, именно, на выходе к бою, он не был тем Петей, которого я видел здесь, на спаррингах, что-то случилось, я не знаю, что, но что-то произошло, ну, и Мирабу надо отдать должное, он выжил с этого боя, я говорю, он и в стойке меня удивлял, и все время давил, все, ну, хороший бой показал. Ну, вот, естественно, по мере приближения этого боя, в воздухе висела, постоянно тема сбора, про 50 тысяч долларов, чем в итоге закончилась эта история? Я спрашивал, что третье, вот, знаешь, я только скажу одно, я просто ему написал уже, как бы я, всегда был с ним на связи, я ни разу от него не потерялся, я всегда ему говорю, Мираб, дай, дай, куда, куда, вот, у меня есть одна возможность, вот так тебе перевести деньги, и он все время что-то не додавал, знаешь, странно, вот все время что-то не додаст, я ему уже запишу видео, говорю, Мираб, ну, надо вот так сделать, и сейчас нашелся третий человек, сразу после боя Петра, сразу скинулись нормальные реквизиты, и все дела пошли в гору, начались переводы, я думаю, что он сейчас доволен, что я спонсирую его следующую подготовку к бою, ну, есть такой, знаешь, небольшой туманчик висит над этой всей историей, но я все жду нашей встречи, чтобы, хоть он и говорит, что он русский плохо понимает, но я думаю, что меня он поймет нормально. Значит, то есть ты перевел деньги, да? Нет, мы договорились с ним, что мы будем переводить порции, и все, ему сейчас, я думаю, я думаю, что сейчас он, нормально все у него, подготовка у него к следующему бою пройдет хорошо. То есть появился просто сторонний человек, который взялся... появился третий человек, это Лиана Джошуа, которая написала мне, говорит, Анатолий, типа, Мираб тебя плохо понимает, я говорю, ну, я говорю, как бы, тут меня, скинул ей сообщение, то-то-то, и все, мы с ними договорились, как бы, как будет все происходить, и с появлением ее сразу дела пошли хорошо. И вот я задаюсь вопросом, почему этот человек появился только после, ну, боя Пети, не появился раньше? А какими траншами договорились? Сколько это будет таких частей? Ну, там надо... нормальные части, нормальные, ну, нормальные суммы будут, там, не будет по тысяче, там, по 500 долларов, нормальный транш. Ну, а для тебя это всегда был момент такой, как бы, принципиальный, чтобы именно отдать? То есть это... Да, я писал ему, ну, я говорю, Мираб, ну, я здесь, я говорю, ну, никуда там, я не пропал, не теряюсь, ничего типа, ну, давай договоримся, как это будет происходить, тем более он знает, я же ему скидывал, что перевожу, не так легко, российскому человеку, еще тоже, живущему в Таиланде, перевести деньги в Америку, ну, тоже могут возникнуть вопросы, в нынешнее время, они как бы, ну, такая темка. Ну, я говорю, я всегда был с ним на связи, всегда скидывал ему какие-то, никогда не терялся там, ну, и сейчас не собираюсь теряться, как бы, я долг свой отдам. Ну, для тебя сейчас 50 тысяч долларов, это чувствительная сумма, или уже такая, типа, знаешь, месячная зарплата? Сарплата? Ну, да, не, не, как бы, ну, я так скажу, это, конечно, деньги, это деньги, но, если я сказал, что я отдам, значит, я отдам. Ну, знаешь, когда говорят про последние неудачи Петра, часто упоминают такой момент, что, как бы, в окружении Петра, его всегда очень, ну, нахваливают, даже вот после поражения это проявлялось, и ты тоже, вот, ну, всегда, чтобы не случалось, понятно, что по-дружески, да, понятно, что там, как угодно, ну, и потому, что действительно видишь там Петра перед собой, всегда говорит, что у него там, ну, уверенность, что у него навыков столько, что он там любого, грубо говоря, переедет, переедет, перед Омелли, ты вот говорил, что там, если Омелли доживет хотя бы до середины второго раунда, уже для него это победа будет, а нет ощущения, что, знаешь, такие вещи, они действительно как-то вот расслабляют, создают вокруг какую-то дополнительную реальность, и не дают полноценно вот настроиться на бою. Я, вот по себе, вот знаешь, вокруг меня сейчас вот такая команда, вот мне все говорят, у меня везде надписи, вот сейчас, вот даже, вот я тебе просто покажу одну вещь, что вообще происходит в моем доме, чтобы ты понял, насколько здесь все заряжено. Сейчас, две секундочки. Так. Вот это бутылки, с которой я пью воду каждый день, и на них написано, я чувствую себя прекрасно, я чемпион, я полон энергии, я много, я легко и досрочно одержал победу 25 марта, я чемпион в тяжелом весе. И, вот представляешь, это у меня везде по дому. Я ложусь спать, у меня висит там пояс, как я нокаутирую, и я считаю, что тебе наоборот должны говорить, что ты лучший. Твоя уверенность, она должна зашкаливать. Если где-то ты его знаешь, тебе сказали, да, у тебя там-там не получается, тут не получается, да, есть тренировочный процесс, конечно, мы видим минусы, я понимаю, какие у меня есть минусы, был бокс там, я начал его работать там, у кого-то там джиу-джитсу, они начинают его работать. Это тоже, на это нельзя закрывать глаза, но в плане слов, разговоров, поддержки, она должна, по моему мнению, она должна быть на высоком уровне. Единственное, что я себе, сказал на следующем бое, чего бы мне это не стоило, я, ну, полечу с Петей, чего бы мне это не стоило. Я считаю, что что-то вот происходит именно вот в эту, знаешь, неделю там боя, может быть, где-то там, не знаю что, но тут, я говорю, я, ну, как он работает, я же бегу с ним кроссы, я же там с Жоней, мы бегаем ускорением, мы же всю работу делаем, я же вижу, насколько он отдается, я же вижу, как он бежит, насколько он опережает всех, насколько он там спарринги делает, насколько он там с утра приезжает, под дождем в семь, там, многие пишут, Петя там уже не тот, он не мотивирован, да блядь, я в машине еду, ливень идет, ливень сносит, и я еду, Джонни звоню, я говорю, Джонни, никто не приедет сюда, я говорю, разворачиваемся, я говорю, эта тренировка не состоится, и мы с Джонни приезжаем вдвоем, и стоит Петя, понял, ладик один, его блядь, ветром сносит, ливень, гроза на, я снимаю, я говорю, Петя, да как бы вообще на сюда доехал, не будем пахать, не знаешь, для меня, вот реально, я вот знаешь, там с утра, я еду где-то с сыном, я смотрю, он уже бежит там, по озеру там, ну он реально хорошо готовится, я, ну я это все вижу, я не буду там врать, что он там, где-то если бы он не тренировался, не дорабатывал, я бы сказал ему это, я говорю, Петя, братик, ты здесь, здесь не дорабатываешь, надо, ну-ка, зубы жать, поработать, но я вижу, что он там спарринги делает, тут же Джонни дорабатывает, тут же там, не знаю, ну что-то, ну-то вот я говорю, в последние дни, может быть, ему не хватает там какой-то поддержки, или что-то, не знаю, тут тоже надо разобраться, сесть и разобраться, но до вылета из Таиланда, он находится в своей лучшей форме, но на бой почему-то он выходит не в той форме, в которой я его вижу вот здесь, я говорю, на следующий бой, чего бы мне это ни стоило, я буду там, ну если и Петя, конечно, будет не против, но я думаю, что я найду, я, конечно, не накидываю на себя, там, знаешь, сейчас такое, типа, все, я все там сделаю, все четко, но я почему-то думаю, что, не знаю, что я вот, помогу им. в Америку сможешь добраться или пока с визой? Ну, визу сейчас я буду делать, сейчас мы хотим здесь, Вову вот, с кем зал открываем, они сделали сейчас визу американскую, без проблем, и вот я тоже хочу поехать буквально там, с месяца на месяц тоже попробовать сделать. А вы с Петей общались после боя? Таган Мираба там увижу. Если Мираб не летит в Таиланд, Анатолий летит в Америку. Да, в Америку. В Петей после этого, ну, знаешь, я поддержал его, но, знаешь, еще, я еще скажу, кто посмотрит, много ребят, это интервью, ну, не стоит столько, знаешь, срываться на человеке, вот я, почитал некоторые интервью, и реально, вот, даже мне, знаешь, на душе вот, ну, обидно, что наши люди забывают путь бойца, вот, знаешь, они забывают, как он там, проходит свой путь, и за буквально там, парой неудачных боев, они могут смешать человека, который им ничего не сделал плохого, вообще, который, ну, знаешь, там обычный человек сидит, где-то там, не знаю, на Алтае, увидел бой Пети, вот, начинает ему писать там, да ты не тот, ты не сё, наоборот, поддержите пацана, там, найдите нужные слова какие-то, вот, знаешь, в жизни, мы все, вот, я знаю, сейчас спорт не беру, вот, мы все живём жизнь, знаешь, там, учимся, кто-то, знаешь, до шестого класса учится хорошо, потом в седьмом у него, хоп, там, три двойки, там, или три тройки, и его все начинают, там, съедать, а не поддерживать, а потом он, хоп, там, в восьмом, нашёл все силы, снова начал хорошо учиться, и у нас там в бизнесе так же, в любом, вот, нашей жизни, в университете когда-то учишься, бывает четверть, одни пятёрки, бывает, что-то где-то чуть забоксовал, у тебя там чуть похуже дела пошли, но не надо, я не знаю, как-то вот, ну, поддержите, блядь, наоборот, поддержите, проявите вот свою эту дружность, людское вот это своё, я много почитал таких, там, что люди пишут, реально становится страшно, что парень сделал себя сам, давайте просто начнём с того, он ни у кого ничего не взял, он пахал в зале, сделал себя сам, да, сделал, там, может быть, неудачный бой, но это не стоит того, чтобы его там смешивать, как-то обзывать, как-то называть, там, поддержите, наоборот, пацана, даже если он сделал плохой бой, по мне вот так, а вот так, что там, из-за какого-то боя, там, я не знаю, он для вас стал, там плохим, или он для вас стал таким-сяким, ну, о чём здесь говорить тогда вообще, вообще в этой жизни, о чём говорить, если какой-то бой может повлиять, что тебя могут с грязью смешать, о чём мы вообще говорим здесь, страшные это дела, что меня с Мирабом коснеть, Мираб сказал, никто не разобрался, ничего, я людям, по идее, плохого ничего не сделал, люди толком не разобравшись, там, на жену, на сына, там, такие вещи писали, я вот так думаю. Из-за долга? А? Из-за информации про долг? Да, да ты что там, я тебе говорю, мне там, наши там, братские народы, там, такие вещи писали, там, жену, но будет там страшно, я вот так читал, думаю, ну, людям, по идее, плохого не сделал, там, не сказал, что там, не знаю, там, не отдам, не там загасился, но такие вещи я услышал, ладно, в мой адрес, я еще, знаешь, как бы, ну, уже привык людям, что они там, могут там, написать, но детей трогают, трогают жен, там, страшные вещи. Ну что, друзья, на этом все, а совсем скоро на канале вторая часть интервью с Анатолием. Она целиком будет посвящена Фрэнсису Нгану, переходу Малыхина в UFC и одному очень известному ролику, который сильно завирусится, если Фрэнсис сам подпишется в Уан. Братик, они не тыс-то, ты посмотри, они чуть в клинче постояли, умерли, брат, они умерли, их нету. Возможность подписания Нгану. Кто такой Нгану, кто такой ты? Хотя я так думаю, что это для меня будет легкий бой, если... И вот он Нгану, это вот мой билет туда. У меня под каждого лежа блокнотик. В общем, будет интересно, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем счастливо.